Ну, мы уже здесь, это хорошо, и я рад, что у меня есть время с вами, и это время качественного времени, и это время духовного обучения. Итак, мы в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 22 стихе. После этого пришел Иисус с учениками Своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. И Иоанн также крестил в Иноне, близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились. Ибо Иоанн еще не был запрещен в темницу. Так, хорошо, вот такая картина у нас. После того, как Иоанн креститель крестил Иисуса, видимо, он продолжал это делать дальше. И мы также видим, что Иисус начал крестить людей. Но дальше мы видели, что только ученики крестили людей. На самом деле, это интересный аспект. В других Евангелиях, мы видим, что когда Иисус творил Своё служение, Иоанн креститель находился в темнице. Но это единственное Евангелие, где мы видим, что Иоанн креститель крестил, и также ученики. Окей, это вот такая ситуация. Это вот такая ситуация. Итак, мы продолжаем. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор саудеяния об очищении. И они пришли к Иоанну и сказали ему, «Раби, тот, который был с тобою при Иордании, о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». И ответ Иоанна очень важен. На самом деле, он даже не объясняет этот вопрос насчет очищения, насчет того, как Он крестил и как Иисус Христов. Но Его слова очень важны. Мы должны понимать, что Иоанн креститель пришел в этот мир перед Иисусом Христом. И важной частью его служения была в том, чтобы крестить Иисуса. Да, когда в первой главе Иисус Христос был крещен, на этом служение Иоанна крестителя закончил. И люди должны были идти и следовать за Христом. И Иоанн может это так же делать. Он мог бы это так же делать. Он тоже мог бы так поступить. Так же, давайте посмотрим на Его ответ в двадцать седьмом стихе. И Иоанн сказал в ответ, «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба». Вы сами мне свидетели в том, что я сказал «Не я Христос, но я послан перед Ним». Итак, Он говорит здесь, что я послан перед Ним. Да, двадцать девятых. «Имеющий невесту есть жених». О, посмотрите на это. Иоанн креститель говорит об интересной вещи. «Что есть невеста, и есть жених». Итак, давайте продолжим. «He that has a bride is a bridegroom». Снова прочтем двадцать девятый стих. «Имеющий невесту есть жених». «But the friend of bridegroom that stands and hears him rejoicing greatly». «Okay, rejoicing greatly». «So, we have радостью радуется, but in English rejoicing greatly». «На русском мы говорим радостью радуется, а в английском великой радостью радуется». «Радуется великой». «Великой радостью 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 радостью». «Yes, rejoicing greatly». «Because of the bridegroom's voice». «Слышит голос жениха». «This my joy therefore is made full». «Съята радость моя исполнилась». «Okay, so John the Baptist is saying, look at Jesus Christ. He is not only the Lamb of God. He is a bridegroom. «Okay, and there is the bride for him. And we are, we are, I am the friend of bridegroom. I am the friend of bridegroom. Okay, I am the friend of bridegroom. Who is John the Baptist? He is the last prophet of the Old Testament. Okay, and he is saying, I am the friend of bridegroom. And Jesus said about John the Baptist. So among those people who were born by a woman, there is no more person than John the Baptist. You can say, oh, even Moses is less than John the Baptist. Yes, he is less. If Jesus said so, even David is less than John the Baptist. So his ministry was simple. But great. So he came before God stepped on this earth. And he said that I am the friend of bridegroom. And he said that I am the friend of bridegroom. So we can consider this like, this saying like this. And we can consider this like, this saying like this. So all saints of the Jewish nation, of the Old Testament, are friends of bridegroom. And John the Baptist is saying that I greatly rejoice. to hear the voice of bridegroom. To hear the voice of bridegroom. Because, he said that, because it is such a moment, that God is here. That God is here. And from this point and on, we will see the bride. And bride will be growing. Will be growing and will be growing. And I am the friend of bridegroom. And I greatly rejoice. Just to hear the voice of bridegroom. Just to hear the voice of the bridegroom. Okay? So I am... Guys, everything that I need, I have. Because bridegroom is near. And if he is here, wonderful things will happen. Okay? Let's continue. The very important verse. Verse 30. He must increase. And I must decrease. Okay, let's say it together. He must increase. Okay, one, two, three. He must increase. And I must decrease. And I must decrease. One more time. He must increase. And I must... What? Decrease. Can you translate? Ему должно расти, а мне умоляться. Okay. That means, what I have to do. Это означает, то, что я должен был сделать, I have already done. Я это уже сделал. So from this time and on, и с этого момента и дальше, he must increase. Ему должно расти. And I what? А я? I must decrease. А мне умоляться. So this is wonderful picture of our new life. И это прекрасная картина нашей новой жизни. When we received Jesus Christ, He saved us. And He was born in us. И Он был рожден в нас. And we have a new man inside of us. И у нас появился новый человек. Okay, are you with me? The new man, Christ is living in us. Сам Христ тоже. So He was born, and He was little, as a baby. So the thing is, in our Christian life, so our old man should what? Decrease. Новый человек должен умоляться. Yes. And our new man, Jesus Christ, He should what? Новый человек, Иисус Христос, должен умоляться. He should increase. Our humanly thoughts, наши человеческие мысли, they should what? Decrease. Что с ними должно происходить? Они должны умоляться. And the heavenly thoughts of Jesus Christ, духовные мысли Иисуса Христа, they should increase in our life. Okay? And when we are feeding with the word, and when we are feeding with the word, so our new man, He is growing. He is growing. His strength is growing. And when we receive Jesus Christ, it was very difficult for us to make a right decision. Для нас было весьма сложно принимать верное решение. So, because our old man was strong, because our old man was strong, but when we start feeding with the word, but when we start feeding to make a right spiritual decision. So, in the beginning, it was a struggle, you know. Вначале была такая борьба. Yes. Туда-сюда, туда-сюда. But when we continue with Christ, and our old man is decreasing, and Jesus was increasing. So, we received more power to take right decisions. Yes, spiritual decisions. Okay? Spiritual decisions. And here, John the Baptist is saying, he must increase. But I must decrease. Okay? That means, everybody go to this man. And my disciples go to this man. And everybody go and follow this man. Because he must increase. Потому что ему должен расти. And I must decrease. My ministry is over. Мое служение завершилось. Okay? My ministry is over. Okay, let's continue. He that comes from above is above all. He that is of the earth is of the earth. And of the earth he speaks. He speaks. He that comes from heaven is above all. Okay, so John the Baptist is saying, Jesus came from heaven. And he speaks the things from heaven. Okay, there is distractions here. Okay, can you settle it down? Okay? Okay. Because this is very important thing. He that comes from heaven is above all. and he speaks the things from heaven. And he that is from earth he speaks about the earthly things. Okay, let's continue. That what he has seen and heard of that he bear witness. And no man receives his witness. Yes, Jesus came from heaven. Jesus came from heaven. And he is speaking the words. And he is speaking about the things that he saw on heaven. And it said that nobody received his testimony. And it says that nobody he has received his witness. Verse 33. He that has received his witness has set his seal on this that God is true. For he whom God has sent speaks the words of God. For he he gives not the spirits by measure. And the 35 and 36 very important verses. The father loves the son. Okay, one more time. The father loves the son. The father loves the son. And has given all things unto his hand. Okay, one more time. The father loves the son. And he gives everything to his son. Everything he gives to his son. 36. He that believe on the son has eternal life. But he that obeys not the son shall not see life. But the wrath of God abides on him. Okay, let's say a couple things about these verses. Verse 36. He that believes on the son of God has eternal life. Do you remember the present time and the future time? Yes, and this here we see that there is a present time. So if I believe on the son of God, so I already has eternal life. Not I will be heaven. Yes, I already has eternal life. Okay, and if I don't believe, or if I don't obey to the son of God, what is what happened? The wrath of God abides on me. So this is also present time. So if I believe, I have already eternal life. If the person does not believe, right now the wrath of God is on him. Yes, and he lives under the wrath of God. Okay, are you with me? Okay, let's change interpretive. Oh, and let's continue in chapter four. let's continue in fourth verse in chapter November before Евангелие дано. Хорошо. Хорошо. Сегодня прекрасный день. Вы считаете так? Аминь. Это очень интересная вещь. Господь дает хорошую мечту Его любовь. Очень хорошая мысль о том, что Господь дал. Даёт. Прекрасную мечту. Нет, мечту. А, прекрасную мечту тоже. Прекрасную мечту тоже. Прекрасную мечту свою возлюбленную. Да, да. Да. Даёт прекрасную мечту свою возлюбленную. И это подарок. И это подарок, которому мы можем отдыхать. Потому что многие люди не могут спокойно отдыхать, спать. Но у нас есть это. Но у нас есть это. И у нас есть это. И у нас есть такое слово, потому что у нас есть такие вещи. Потому что мы усведомлены. Потому что мы утешены. А, мы утешены. Об этих важных вещах. И у нас есть утешение. И наше сердце в покое. И Евангелие от Иоанна полно важных вещей. Когда я был в Санкт-Петербурге, одна из тем моей поездки была, что Иисус Христос сказал множество притч в синоптических Евангелиях. Да, синоптические Евангелия, это Матфея, Марка и Лук. Да, множество притч под Матфею. Многие притчи. Множество притч. Более, обе Санкт-Петербурге, о Царе. И обе Сестра. Обе снятия в браке. И множество притч. Но в Евангелии от Иоанна не множество. И почему же так? Потому что в Евангелии от Иоанна 16, Иисус Христос говорит, что я не буду говорить с вами. Я буду говорить с вами открыто. И это большая разница между синоптическими Евангелиями и Евангелиями от Иоанна. Иисус говорил открыто в Евангелии от Иоанна. И наша вера должна быть основана не на притчах Иисуса Христа. Но притчи также важны и хороши. И наша вера должна быть основана на чистых, ясных мыслях Иисуса Христа. Вот почему множество христиан ошибаются. Они берут притчи Иисуса Христа. И они пытаются основать учения на этих притчах. Учения Нового Завета. Нет, 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 нет. So, some of the Proverbs, Jesus Christ, was explained. И некоторые притчи Господь Иисус Христос объяснял. But some of them He didn't explain. And we should understand. So, we establish our faith. Мы основываем нашу веру на чистых мыслях Иисуса Христа. Не на притчах. Okay? Are you with me? Вы со мной? Because if you would establish your faith on the Proverbs of Christ. Если вы будете основывать свою веру на притчах Христа. The first, you will establish the life of the New Testament Christian. Первое, что будет, вы будете основывать свою веру на... Как верующий Нового Завета. Как верующий Нового Завета. На истине и словах, которые будут в тысячелетних царствах. Okay? Because almost all Proverbs of Jesus Christ in synoptical Gospels, they were about the coming kingdom. Они были о грядущем царстве. Okay? Are you with me? Хорошо. And the Gospel of John is full of clear and open thoughts of Christ. И Евангелие от Иоанна полно чистейших мыслей Иисуса Христа. Yes. And ясно, да. Ясно чистых мыслей. And we read it. И мы читаем это. And we say, О! И мы говорим, О! I understand. Я понимаю. Okay? It's clear. Ясно для меня все. I understand. Я понимаю. Okay. So, let's continue the Gospel of John 4. Давайте продолжим. И Евангелие от Иоанна 4 глава. And then in 10 minutes we are going to have a break. И через 10 минут у нас будет перерыв. Okay. Verse 1. When therefore the Lord knew that the Pharisees had heard that Jesus was making and baptizing more disciples than John? И 4 глава 1 стих. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн? Although Jesus Himself baptized not but His disciples. Хотя Сам Иисус не крестил, а ученики Его. He left Judea and departed again into Galilee. То оставил Иудея и пошел опять в Галилею. And He must need pass through Samaria. Надлежало же Ему проходить через Самарию. Okay. We have the word надлежало. И вот оно слово такое надлежало. Okay. So, and here in English and in the original Greek. So, the interpretation, He must go. Yes. He must. Необходимо. He must. He must. Проходить через Самарию. Ему был необходим. That means there is no way for Him. Yes. Only go through Samaria. Okay. And then why? Why it's written like that? И почему же так написано? Because He must meet. Okay. Let's say like this. He will. Because He will have the meeting with the woman. Okay. For example. Okay. Let's see like this. Давайте взглянем вот так. I'm the father. Я отец. And Felix is the son. И вот Феликс сыном. I'm the father. И Феликс is Jesus. The son. И Феликс это Иисус. То есть сына. And I tell Jesus. И я говорю Христу. Yeah. Jesus. There is a meeting. There is a meeting. There is a meeting. In Samaria. Near the well. So we are going to go there. We are going to go there. Okay. I am the Holy Spirit. I am the Holy Spirit. And listen. Jesus Christ was led by the Spirit. And the Holy Spirit was led by the Holy Spirit. And the Holy Spirit was led by the Holy Spirit. Okay. And that means the Father is saying to Jesus. So you should be on this meeting near the well. Это означает, что отец говорит сыну. Ты должен встретить даму вот здесь возле кого-то. And that means that this is the way. Это означает вот путь. Not to Ashan. Not to Hockey match. Yes. So there is a meeting for you. Вот здесь вот встреча будет. And that meeting I was prepared before foundation of the world. И я эту встречу основал еще до сотворения мира. Okay. My son, will you go there? Мой сын, ты пойдешь туда? Jesus said, I must go there. Иисус говорит, я должен. Мне нужно идти туда. Необходимо. Мне необходимо идти туда. Yes. I must to be there. И я должен быть там. Okay. This is the meaning. И вот это означает. And he must need pass through Samaria. И надлежало же ему проходить через Санару. Yes. Verse 5. So he comes to a city of Samaria called Сиха. И 5 стих. Итак, проходит он в город самарийский, называемый Сиха. Okay, the meaning of this name of the city. И название Сиха обозначает. Drunkenness. Пьянь. Пьянь. Yeah, drunkenness. Пьянь. Yes. I don't know. Я не знаю почему. Why they called this city such a name. Почему они назвали таким именем? But most probably people who are people that live there. Я думаю, что люди, которые жили в этом городе, So they like to drink. Они любили выпивать. Yes. That may be. I don't know. Может быть. I don't know. But never mind. Ну, не берите. Let's continue. Продолжим. Near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. Близ участка земли данного Иакраму, сыну своему Иосифу. Okay. That means Jacob. Это означает Иакр. When he was in Egypt. Когда он был в Египте. He told his son Joseph. Он сказал своему сыну Иосифу. I have a couple of acres. У меня вот там есть несколько acres. Несколько сот. Cow. No, no, no. Acres. У него несколько вектаров земли. Да. Some land. Небольшой участок земли. In Kenan. В Сихаре. No. Земле Канадской. А, земле Канадской. Yes. And this is your land. И это твоя земля. This is what I have. This is all that I have. Вот все, что у меня есть. There. In Kenan. Вот там. В Канаде. So, the little piece of the land. Небольшой кусочек земли. And I'm going to give it to you, Joseph. Я тебе ее дарю, Joseph. Because you are my beloved son. Okay. That was the possession of Joseph. Right? Possession of собственность. А, вот собственность. Или владение. Это было владение Иосифа. Possession of Joseph. So, these names are very important to Jews. Jacob. And Joseph. Even to Samaritans. Даже для Samaritans. Okay. Let's explain who were Samaritans. И давайте объясним, кто были Samaritans. Do you have any idea who were Samaritans? Кто же были такие Samaritans? If you do, raise your hand and say. Если кто-нибудь что-нибудь знает, скажите. Who were Samaritans? Кто были Samaritans? If I'm not mistaken, these are the Jews who mingled with Gentiles during the king's times? If I'm not mistaken, these are the Jews who were mingled with the Jews who were mingled with the Jews who were mingled with other Gentiles people during the king's times. На протяжении времен царства. Yeah. Yeah. This is true. И да, это правда. So, in 722, before Christ. In 722, before Christ, the capital of the northern Israel, the northern country Israel, the capital of the northern Israel, the capital of the northern Israel, the capital of the northern Israel, yes, were, it was captive and destroyed by Assyrians. Была разрушена Assyrianians. 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 Okay. It was 722. 722. Before Christ. До рождения Христа. And the army of Assyrians came and they took over Samaria. And the army of Assyrianians, 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 победила. Yes, they came and took over, захватили. And they took the Israel people, who lived there. Okay, are you with me? They took them all. And they just bring them to their land. Yes, it's about Euphrates. It's about Euphrates River. It's about Euphrates River. Yes. Almost all ten tribes of Israel, almost, почти все. All, yes, ten tribes of Israel, they moved to Assyria. And the king of Assyria, they took other people from Assyria. And they moved to Samaria. Okay, there was exchanged. And there was an exchange. Israel people, yeah, the people from Assyria. Yes, the people from Assyria were exchanged. It was exchanged. So he took Israel people and brought them to Assyria. Israel people from Assyria were exchanged. Yes, and he took from Assyria land and they brought to Samaria. And what happened to this land, Samaria, when foreign people came into this land? It was very interesting. So our wild animals, they started to harm those people who were there. And attack people who were brought from Assyria. And attack people who were brought from Assyria. Lions, bears, they started to attack those people. Actually, you can read it in 2 Kings. No, 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 4 Kings. Yes, in the 2 Kings. In the 2 Kings. You can read it. You can read it. And that was a terrible situation. And those authorities from new Samarian authorities. And the new Samarian authorities. Authorities, the 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 authorities. So they sent a message to the king of Assyria. Они послали сообщение о царе Василийске. И сказали, что ужасные вещи у нас происходят. Львы и медведи сошли с ума. Они наносят вред на нас. И царь Василийский сказал, что не хорошо. Что же нам делать? Я знаю, что мы должны делать. Итак, мы должны взять одного львина и несколько львинов. И вернуть их обратно на их землю. И позволим этим людям обучать этих людей ходить на законе Бога этой земли. Да. И они начали обучать этих людей иностранцев. Которые пришли со Сирии и стали обучаться. И они стали обучать этих людей законам Моисея. И знаете, что произошло после этого? И сказано, что они приняли это учение. Но они продолжали поклоняться своим богам. Они приняли это учение. И это было написано, что они продолжали. И это было написано, что они продолжали. Израиль немного. 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 Но большинство людей было принято из Сирии. Да. И они поклонялись Богу Израилю. И маленьким своим богам. И вот такая история Семерия. И иудеи. Я имею ввиду реальные иудеи. Я имею ввиду реальные иудеи. Серьезные иудеи. Они говорили, что эти люди не из Израиля. Даже если они живут на земле израильской. Они не израильтяне. Мы не будем с ними разговаривать. Мы не будем с ними следовать. У нас не будет с ними дел никаких. И они отвержены. И мы не пойдем через Средиземную морю. Мы пойдем через Средиземную морю. Рядом со Средиземной морю. Или мы просто пойдем через Восток. Да. Потому что Галиле и Иудеи. Галилея была также израильской земли. И Иудея была центром Иерусалима также. И люди из Галилеи должны были приходить, чтобы поклоняться Иерусалиму. Давайте вам изображим. Так вот銀ы изهاío. Вот у Юг affection. Это Галилея. Это Джордан. Это Икалья. Это Средиземная моря. Вот Мертвое Мое. Вот Иерусалим. И вот это Самария. Окей? И люди из Галилеи должны вот так пройти. И вот так мы пройти. И вот так мы пройти. В Иерусалим. Но никак не может быть. Эй! Не пойдем вот так. И Самаританс. Они говорили, офф. Мы не нужны. Мы не нужны. Мы не нужны. Наши отношения. Если вы делаете так для нас. Мы не будем вам так же. И мы не будем так же с вами следовать. Окей? Так. Иерусалим. Они идут так и так. Нет. Иерусалим. 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 Но если вы идете так, то у вас будет проблем. Окей? Аминь. 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 Сделаем небесы. Благеславит вас Господь. Иерусалим. Аминь.